Итоги уходящего понедельника В чем ее суть и где проведут учебную эвакуацию Кривая дорога, инспекторы ГАИ задержали бесправника Нарушителем оказался 37-летний бобруйчанин Почему водитель решил не останавливаться и податься в бега Два сердца, одна душа В Бобруйском районе прошел конный фестиваль Популяризация доброты, семейного красивого отдыха Что такое джигитовка и почему лошади верные друзья А также осенние нововведения, школьные изменения и горячая тема Президент Беларуси встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана На повестке «Афганский вопрос», чему призвал Александр Лукашенко Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 1058 пациентов с положительным тестом на коронавирус Все с начала пандемии заразили 480 364 человека Тем временем в стране продолжается кампания по иммунизации Так, первую дозу получили более 1 миллиона 600 тысяч человек Полный курс прошли на 200 тысяч меньше Среди профессий здесь лидируют медики почти 80% В региональном соотношении Минск на первом месте Столичные жители охотнее всего вакцинируются Если вы сомневаетесь или хотите узнать подробную информацию То заходите на официальный сайт Минздрава От правосудия не скрыться В Бавруйске лихач попытался ускользнуть от ГАИ Инцидент случился на Минской Дорожная милиция попыталась остановить автомобиль Митсубиси Однако водитель проигнорировал требования инспекторов Свернул на ближайшую парковку гипермаркета Чтобы затеряться среди машин План провалился Мужчину задержали Нарушителем оказался 37-летний Бабруйчанин Который был лишен права управления транспортным средством За езду в нетрезвом виде Итог неудачного бегства 7 административных протоколов Прививка от гриппа Новый учебный год И пятое золото Игорь Боки установил новый мировой рекорд На паралимпийских играх в Токио Какая покорилась дистанция Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Президент Беларуси Сегодня встретился с чрезвычайным И полномочным послом Таджикистана На повестке дня Ситуация в Афганистане Александр Лукашенко подчеркнул Важность выстраивания общей позиции Говорил о возможной помощи Со стороны белорусского народа Также попросил дипломата Высказать свои оценки ситуации В Центрально-Азиатском регионе С 1 сентября белорусов ждет ряд нововведений Так пенсии вырастут на 7% Средняя выплата составит почти 545 рублей По новым будет начисляться и плата За жилищно-коммунальные услуги Некоторые тарифы теперь станут зависеть От площади квартиры Также начнут принимать заявления На оформление биометрических документов Один из них – ID-карта с микрочипом Для пользования внутри страны В школах Беларуси изменятся правила перехода в профильный класс Проходной балл поднимут до 7 Также учащиеся будут сдавать СТ в специализированных центрах При этом сохранятся выпускные экзамены По трудовому обучению и иностранному языку Систему применят на практике уже в 2023 В Беларуси в конце сентября Планируется вакцинация от гриппа Есть два варианта, чтобы ее сделать Первый – за собственные деньги Второй – укол может оплатить работодатель За счет средств республиканского и местного бюджетов Закуплен препарат российского производства Гриппол Плюс Пловец Игорь Бокий Стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио Бобручанин выиграл на дистанции 200 метров Комплекс на плаванием Итоговое время – 2 минуты 70 секунд Это новый мировой рекорд В данном виде программы Единый день безопасности С 1 по 10 сентября В Бобруйске пройдет акция С профилактическим уклоном Сотрудники МЧС подготовили массу всего интересного Каждый день будет проходить Под эгидой определенной темы Плюс запланированы Интеллектуальные игры Обучение медицинской помощи Концертные программы И театрализованные представления Это коснется учебных заведений Трудовых коллективов К таким мероприятиям профилактическим Присоединятся не только работники МЧС Но также представители Министерства внутренних дел Медицины Образование И других ведомств Которые связаны с безопасностью Кроме того, проверят системы оповещения Через СМС-сообщения По телевидению будут транслировать Передачи о безопасности Не обойдется без учебной эвакуации Под стук копыт В деревне Сычково прошел Конный фест В четвертый раз В Абруйский район Съехали сотни людей Программа была насыщенная Выездка Конкурт Жигитовка Всего шесть владельцев И около 20 лошадей Приняли участие в празднике Для гостей Прокат Конкурсы И фото на память Харина Гуревич Сменила микрофон На поводья И хлыст Любовь длиной в 20 лет Ольга Шевченко Закаленный наездник Все началось С первого похода в конюшню Вспоминает девушка Большие уши Мягкий нос Длинный хвост Навсегда Покорили ее сердце И поскакала В послужном списке С десяток наград Различных турниров Еще больше Показательных выступлений Сейчас свой опыт Передает юным спортсменам Начала в 2002 году На базе Конно-спортивного клуба Ломов Тогда туда пришел работать Руслан Олегович Алиев И под него Начало мы начали тренироваться Тогда было 6 лет Клуб нашей героини И еще 5 участников Последние дни лета Проводят в Сычково Бобруйский район Становится местом Притяжения заводчиков Владельцев частных конюшен И простых любителей Благородных животных Последняя суббота Август Конный фест И сотни гостей Это традиция На праздники Взрослые скакуны Жеребята Пони И ослики Популяризация Доброты Семейного Красивого отдыха Для того, чтобы Соблюдались семейные традиции Чтобы можно было Культурно Красиво отдохнуть С детьми Особенно перед 1 сентября Это актуально Дети уже все в городе Они готовы Выйти на учебный год Заниматься Есть свободные выходные Когда можно приехать И отдохнуть С семьей Дружно Перед началом Учебного года 11.00 Фестиваль открывается Первый пункт программы Парад Представляют участников Это Разминка перед Самыми зрелищными Номерами Скачки Манежная езда Костюмированные Выступления Джигитовка Самая зрелищная Часть феста И один из самых Сложных видов Конного спорта За моей спиной Вы видите Эффектные элементы Сопровождающиеся Акробатическими Трюками Здесь полное Взаимопонимание Всадника И лошади Конный фест Не столько о лошадях Это настоящий праздник Есть и другие Представители пауны Например Многие заглядывают В контактный зоопарк Лиса Енотовидная собака Игуана Змеи Морские свинки Для них вкусности Детям Фото на память Плюс Конкурсы Песни Танцы Всякие угощения И конечно Куда без катания На лошадях Для всех желающих Приятно всегда Выехать на природу Посмотреть на лошадей Особенно здесь Очень так живописно Нам понравилось Ребята молодцы Вот особенно девушка Я очень к сожалению Не запомнила Как ее зовут Вот девушка такая На коне Просто великолепно Хорошее мероприятие С детьми Для семейного отдыха Вообще замечательное просто А в прошлые годы Приезжали? Нет В мой первый раз Расскажи мне А как тебе лошадка? Хорошо Когда-нибудь до этого Лошадок видела? Да И что думаешь Как лошадки? Хорошие? Да Не ради выгоды А для людей Несмотря на дождь Конный фест Дарит всем гостям Незабываемые впечатления И хорошее настроение Организаторы обещают В следующем году Будет еще интересней Праздник должен продолжаться Карина Гуревич Максим Галеонко Бобруйск 360 Это все и события К этой минуте Смотрите нас в интернете И в соцсетях Мы в эфире Каждый будний вечер Счастливо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»